Национальный день прошел еще в одном павильоне, павильоне США. Он, кстати, совпал с Днем Независимости Штатов. Атмосфера двойного праздника проникся и Асхатнязов. 241-ю годовщину независимости Соединенных Штатов представителей американской делегации и те, кто работает в павильоне страны, встретили в Астане. Символично, что именно на 4 июля выпал Национальный день США на Экспо-2017. На концерте этому посвященному, как никогда, аншлаг и радость. После концерта музыканты и танцоры двинулись нести праздник уже по территории выставки. И, надо сказать, у них это получилось. Иногда даже наш оператор не мог устоять. Возглавляли колонну мотоциклисты. Разумеется, на Харлей Дэвидсонах. На входе в павильон дежурят настоящие американские морские пехотинцы. Ну как дежурят они? Просто гуляли и с ними захотели сфотографироваться. Затянулось это надолго. Сам павильон состоит из трех залов. Снимать нам разрешили только в одном из них, где, по сути, никаких решений в области зеленой или возобновляемой энергетики представлено не было. И, как нам пояснил господин посол, будущее страна видит в другом. Источник бесконечной энергии. И мы думаем, что это источник этих людей, этих человечеств. Это не солнце или ветер, или вода и так далее. Это человек, который является источником энергии, бесконечной энергии. Штаты сегодня сокращают бюджет на развитие альтернативной энергетики. Но сокращать есть что, без существенного ущерба. Ведь Америка, в отличие от многих других стран, эту самую альтернативную энергию вовсю использует. Я могу лично сказать, где я живу, в почти половинных домах есть такие солнечные энергии. Вот такие солнечные, как называется? Солнечные. Да, солнечные. В моем штате очень много используется солнечная энергия. Вот тоже ветерная энергия. У нас в Турбине есть. У нас, в общем-то, очень много гор. И поэтому ветер сильный там. И поэтому очень удачно получается. Ну и напоследок информация для любителей социальных сетей. В американском павильоне вы можете сфотографироваться на фоне копии знаменитой надписи с голливудских холмов. Асхат Нязов и Канатабильдин. Итоги дня.